Всем привет, с вами Даня Махогани-Семенов. Сегодня понедельник, и из первого выпуска видеоновостей этой недели вы узнаете о результатах SLI League Star Series Season 3, о намечающемся матче ксеров из SK Gaming и Virtus.pro в футбол на 100 тысяч долларов, об интересном бане игрока в LoL, о первых плодах нового метода борьбы с читерами от Valve, а также о новой возможности стриминговой платформы Twitch.tv. Турнир SLI League Star Series Season 3 завершился победой Team Liquid. В финале коллектив обыграл Team VGJ со счетом 3-1 и заработал 135 тысяч долларов, а второй финалист получил 60 тысяч. TNC Pro Team и OG разделили третье-четвертое место. На пути к финалу Team Liquid одержала победу над TNC Pro Team со счетом 2-0, а Team VGJ выиграла у OG 2-1. Wings Gaming и OG получили прямые приглашения на турнир, остальные шесть коллективов выиграли квалификации в четырех регионах. В групповой стадии коллективы поделили на две группы, игры в которых проходили по системе GSL с форматом матчей до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф формата Single Elimination. В группе A сильнейшими оказались Team Liquid и Team VGJ, а в группе B – OG и TNC Pro Team. Напомню, что в третьем сезоне SL Elite Star Series по Dota 2 восемь лучших команд разыграли призовой фонд 300 тысяч долларов, а сам турнир проходил в Шанхай International Gymnastics Center. Ярослав Паша Бицепс Ежамковский предложил Габриэлю Фуолану Толедо сыграть футбольный матч после АЕМ Готовицы 2017 между Virtus.project.v и SK Gaming. Бразилец ответил положительно, а к обсуждению подключился управляющий партнер холдинга из Форс Антон Черепенников. Обсуждение началось в Твиттере, после того, как официальный аккаунт организации SK Gaming выложил карикатуру с игроками состава по CSGO в форме сборной Бразилии по футболу. Паша Бицепс заявил, что в Польше они бы показали бразильцам настоящий футбол и предложил сыграть на 50 тысяч долларов. Фолан заинтересовался данным предложением и сказал, что готов удвоить призовой. После в диалог включился управляющий партнер холдинга из Форс Антон Черепенников, который начал обсуждение возможности проведения этого матча совместно с ESL. Вице-президент ESL Михаил Карминг-Блихартс ответил согласием. Остается только дождаться ответа от управляющего ESL в Польше и СНГ Кшиштофа Пикевича. Ярослав Паша Бицепс-Ежамковский в интервью неоднократно отмечал, что в детстве увлекался футболом. В 2015 году он поучаствовал в видео польского футбольного блогера «Тренуш с кручем», где показал свои навыки. Ролик собрал практически 2,5 миллиона просмотров. Игроки SK Gaming также увлекаются футболом, о чем свидетельствуют их фотографии в социальных сетях. На совместном буткемпе с НАТО с Винцерой G2A от HyperX в США команды сыграли товарищеский матч «Футбол», в котором бразильцы выиграли со счетом 2-0. В прошлом году они познакомились с представителем ФК «Барселона» Неймаром. В последнее время бразилец увлекся игрой в CSGO и, по слухам, хочет купить команду по League of Legends. Если переговоры пройдут успешно, нас ждет, пожалуй, самый интересный и незабываемый матч между Virtus.pro G2A и SK Gaming. Компания Riot Games заблокировала на две недели учетную запись игрока Take the Draw в League of Legends. Он получил бан за использование саппорта Nunu со способностью смайт, который преимущественно помогал леснику, а не керри. Пользователю сообщили, что следующая блокировка будет вечной. Take the Draw дважды обращался в службу технической поддержки, но ему не смогли однозначно назвать правила, которые он нарушил. Первый сотрудник ответил, что аккаунт заблокирован за негативное поведение. Второй — за кражу ролей и отказ общаться с командой. Пользователь рассказал о стиле игры, с которым дошел до ранга Diamond 1 на официальном форуме League of Legends. По словам Take the Draw, он берет Nunu со смайт и помогает леснику контролировать нейтральные объекты. В последних десяти матчах команда игрока убила 78% Elemental Dragon и Baron Nashor. При этом из 20 матчей до блокировки Take the Draw завершил 4 SCADA меньше единицы и менее 10 тысячами урона по чемпионам. Riot Games не впервые угрожает заблокировать навечно игроков, которые не придерживаются меты. В ноябре 2016 года предупреждение от разработчиков получил игрок на саппорте Синкт со смайт. Ему сказали практиковать роумящего Синкт без Сайдстон только с друзьями. Очень интересная тактика от Riot — банить игроков за то, что они пытаются привнести разнообразие в игровой процесс и изобретают новые стратегии. Наверное, им проще запретить игрокам что-то делать, чем балансировать свою игру. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали о борьбе Valve с читерами. На сей раз под раздачу попали пользователи нашумевшего спин-бот. Пользователь Reddit с ником GivePleaseDoritasChip рассказал, что игроков, использующих чит, стало банить автоматом без репортов со стороны других пользователей CSGO. Поэтому разработчики приостановили продажи запрещенной программы. Продажи прекратились на неопределённые сроки на нескольких ресурсах с эксклюзивными читами. Разработчики запрещенных программ указывают разные причины — закрытые слоты или переработка читов. По предложениям пользователей, сейчас разработчики спин-бота активно ищут пути обхождения новой версии защиты от Valve, чтобы не потерять аудиторию покупателей. Нам же, честным игрокам, остаётся надеяться, что новый античит от Valve не оставит читерам шансов и в дальнейшем. Разработчики платформы Twitch ввели функцию смены имени пользователя в настройках профиля. Перед сменой логина вы будете получать уведомления с подтверждением на почту, а чтобы изменить имя в следующий раз, нужно подождать 60 дней. Предыдущие логины будут оставаться в системе Twitch'а на протяжении 6 месяцев, прежде чем вернуться в список свободных для выбора имён. Данное правило не распространяется на пользователей с партнёрской программой платформы. Другие не смогут взять ник такого пользователя. Вернуть его сможет только бывший владелец. Все новые логины должны соответствовать правилам стримингового сервиса. С изменением логина пользователь рискует потерять статистику канала. По словам представителей Twitch, чтобы сохранить данные, нужно экспортировать их до изменения имени. При этом старая ссылка канала не будет перенаправлять посетителей на новый адрес. И на этом у меня всё. Пока!